Сотрудники ГИМС патрулируют с одышку. Несмотря на будний день, на водоеме с утра масса поклонников подлёдной рыбалки. Большинство рыбаков с многолетним опытом тщательно подбирают места, соблюдают требования безопасности на воде. Один из рыбаков показывает и средство самоспасения, без которого вообще не выходит на лёд. Юрий Витальевич уже чуть не утонул. Такая рыба, жизни и здоровья не стоит. Ясно делаю, ясно делаю. Плавлю, уже знаем, уже не хочется. Безопасным для человека считается лёд толщиной в 10 сантиметров. При 15 можно наводить пешие переправы. Но если зима богата на перепады температуры, лёд становится рыхлым, промоенный. Вот главный предвестник опасности. Сохраняется большой риск, несмотря на минус, провалиться под лёд, так как везде ландшафт различен. И возможны провалы, промойны. И периодически бывает оттепель. То есть, как вот два дня назад была, чуть-чуть снег стал тяжелее. И какие-то места уже промыло. Декабрь, январь и начало февраля обошлись в нашей области без подлёдных происшествий. А вот поздняя осень, самое начало ледостава, отметилось сразу тремя несчастными случаями. Погибли шесть человек, в том числе три ребёнка. Спасатели не рекомендуют выходить на лёд в одиночестве, а рыбакам советуют брать с собой не только удочки, но и средства самоспасения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!